И к другим темам. Октябрьская революция исполнилась 100 лет. Она во многом изменила ход мировой истории. Ее итогом стал не только приход к власти большевиков, разгон учредительного собрания, гражданская война, массовое убийство интеллигенции и духовенства, вынужденная миграция сотен тысяч дворян и белогвардейских офицеров, но вместе с тем бесплатное образование и медицина для всех граждан страны. Как отметили этот день дагестанские коммунисты в сюжете Шамиля Махмудова. Сегодня все памятники Ленину не только в России, но и по всему миру окружены красными флагами и знаменами. Так и наш памятник на центральной площади города не оставили без внимания. Здесь дагестанские коммунисты возлагают цветы к статуе вождя мирового пролетариата. Прежде всего весь мир изменился октябрем. Тот строй, который был построен в нашей стране, в Советском Союзе, социалистический, был примером для развития и справедливости всего мира. Мир изменился в сторону защиты прав и интересов трудового народа. Великая Октябрьская социалистическая революция или большевистский переворот – несомненно одно из крупнейших политических событий для России 20 века. Ровно 100 лет назад большевики во главе с Лениным, Троцким и другими значимыми фигурами в истории нашей страны сместили временное правительство. Нынешнее поколение, оно уже видит, насколько ценно те завоевания октября, которые были 100 лет назад. Потому что мы сейчас видим, что те или иные группы, не только коммунисты, мы отстаиваем те вещи, те ценности, которые были 100 лет назад завоеваны простым народом – образование, медицина. Сегодня споры об оценке революции до сих пор не утихают. Например, последний опрос ЦИОМа показал, большинство опрошенных сошлись во мнении, что Октябрьская революция прошла во благо народа и дала существенный толчок для развития страны. Интересно, что об этом думает наша молодежь. Она была нужна не только стране, она была нужна миру, потому что очень много завоеваний для широких молодых трудящихся было именно после революции достигнуто. Причем я хочу отметить, я всегда отмечаю следующее совпадение такое. Два главных праздника в советской стране – это 1 мая и 7 ноября. 1 мая день солидарности трудящихся, 7 ноября, соответственно, годовщина Великой Октябрьской революции. Период прошел 25 октября 1917 года, отсюда его название. Уже после, через год, в 1918 году в России был введен Григорианский календарь и дата празднования революции сместилась на 7 ноября. Шамиль Махмудов, Махарбек Амариев. Время новостей.